Добрый день! Свежий кубик от Чии. Говорят, что Чии укусил Фанксин, выпускает простые головоломки, и это не исключение. Торий куб, вроде бы так называется, техническая информация, так выглядит. В общем, это их герой, геги. Все. Тут есть инструкция. Не смотрел я, конечно, но наверняка по ней можно головоломку собрать. Торий куб туториал. По-английски, по-китайски. И вот сам кубик. Ну, скорее, какой-то выпуклый шестигранный тор. Тор – это геометрическое тело в виде бублика. А здесь, получается, если смотреть сбоку, то на тор действительно похоже. Можно держать насквозь. Кстати, на ощупь вполне приятная головоломочка. И, не знаю, в инструкции есть или нет, но в рекламных материалах сравнивали, что вот торий куб, современный, и есть старый войд куб, который не такой плохой он какой-то. Ну, короче, уступает в качестве. Действительно, Войд Куб от Лан Лан вращается не так быстро, как хотелось бы, так как крестовины нет. Детали держатся друг за друга крепко. Ну, и нет резких углов. Вот такой старый кубик уже. Есть, конечно, модели другие, но у них проблемы такие же. По-моему, от Рубикса самый мягкий Войд Куб, но у меня такого нет. И вот такой еще есть от YJ, или от Мою, уже забыл. Мою, кажется, Войд Куб в виде такого клевер-куба. Ну, на деле это Войд Куб, хотя вот мне недавно намекнули, прямым текстом сказали, что внутри есть цветные центры. И уже не совсем это Войд Куб. Их можно обнаружить. Если согласно этих центров собирать грани, то и Войд Паритета не будет. Но с Войд Паритетом интересней. Что же это такое? И чем оно лучше, чем старый Войд Куб? И чем отличается? Вращаются вот так вот элементы. Логотипчик, видимо, тут Мафанги и какой-то, не знаю кто, дизайнер, наверное. Видимо, это он, Валабер Пазлс, помогал Мафангу проектировать эту головоломку. Ну, если ошибаюсь, поправьте в комментариях. В общем, вращаются так вот грани. И какие элементы здесь есть. Очевидно, в перемешанном состоянии уже становятся вот эти двухцветные элементы, это ребра. А углов и нет. Обычный Войд Куб. Есть уголки, есть ребра, нет центров. И из-за этого, получается, будет паритет, где нужно переставлять два ребра на последнем слое. Здесь же ребра есть, центров нет и углов тоже нет. Да, и такая головоломка тоже существует, похожая. Это Lanlan Edge Only. Здесь только ребра, также есть отверстия, нет центров. Но, если внимательно посмотреть, то Тори Куб центры на самом деле имеет. Вот этот вот большой квадрат, это есть центр. Отверстие, это отверстие в центре. Получается, что это Войд Куб, у которого есть центр, но нет углов. А по сути, это полный аналог кубика 3х3 без углов. То есть, это одинаковые угловоломки. И собираться они будут, естественно, одинаково. А отверстие здесь просто для красоты. Ну, такое вы можете из старой сломанной трешки сделать самостоятельно. А это чисто эстетическая угловоломка. Сложности никакой, поэтому справится практически любой. Ну, и собираться будет так же, как Edge Only, несмотря на то, что центры здесь есть. Просто придется не в любом месте ребра располагать, а вокруг своего центра. Ну, и отсутствие углов в любом случае лишает нас войд паритета, поэтому паритетов здесь нет. Соберем. Начнем с белого центра, с красивых логотипов. Бело-красное ребро стоит, напротив поставим бело-оранжевое. Ну, слегка заедает, но вращается, конечно, гораздо лучше, чем классический войд-куб того же ван-ван. Дальше. Бело-синее ребро. И бело-зеленое. Вот такое вот ребро поставим между красным, не так, вот так. Вот мы собрали крест. Центр, ребро-ребро-ребро. И совпадает с боковыми центрами. Ну, и в правильном порядке сразу собирал. То есть это и так, как из обычного кубика 3х3. Далее. Смотрим, что здесь. Нужно поставить вот сюда сине-красное ребро. Такое есть. Совмещаем этот цвет и делаем 4 хода. Опускаем слева, опускаем справа, поднимаем слева, поднимаем справа. Ну, и ребро на месте. Вот это ребро стоит на месте, но перевернуто. Значит, сначала сделаем аналогичный алгоритм. Можно его справа делать. Еще раз. Опускаем справа, опускаем слева, поднимаем, поднимаем. И ребро поднялось. Совмещаем цвет. Получается, ребро у нас теперь справа находится. Где находится, оттуда и начинать нужно. Это нехитрый алгоритм. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Дальше сюда зелено-оранжевое. Вот зелено-оранжевое ребро. Уже цвет совпадает, находится слева. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Ну и оранжево-синее. Вот сине-оранжевое ребро. Совмещаем цвет. Находится справа. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. как пиф-паф на пирамидке. Уголков-то нет. Дальше нужно развернуть вот эти ребра на верхнем слое, чтобы желтые примыкали к желтому центру, к этому квадратному бублику. Здесь мы будем использовать алгоритмы из кубика 3х3, палка, галка, точка. Все они работают. Здесь у нас галка. Поворачиваем, делаем пиф-паф из кубика 3х3. Возвращаем. Надо было сделать два пиф-пафа, но зато мы получили палку. Поворачиваем 5, делаем второй пиф-паф и уже все хорошо. Дальше у нас либо сразу все собрано, как сейчас, либо может потребоваться сделать рыбку. Может быть, ее даже и два раза придется сделать. Если мы сделаем здесь рыбку, R U, R штрих, U, R U2, R штрих, то можем получить вот такую вот ситуацию. Здесь одно ребро стоит на месте, а три нет. Можно либо Либо из такого положения прослеживать, чтобы ребра менялись против часовой стрелки, либо по часовой стрелке двигались. Либо просто совместить два ребра, вот оранжевый и синий совместились, расположить сзади и справа и сделать просто рыбку. Тогда вот эти два ребра поменяются. Так можно делать, если ориентация центра значений не имеет. В общем случае, конечно, проще одно поставить на месте и три других менять. Ну и здесь можно и так. Делаем опять рыбку. R, U, R' U, R, U2, R'. Если вам хочется подробнее, как это собирается, на канале есть видео про One One Edge Only. Там все то же самое, только нет центра. А все остальное собирается так же. Просто тут можно было начать с любого места, собирать первую грань, а здесь нужно только, ну, к примеру, с белого начать. И вот эти вот ребра собирать между своими центрами, а не просто так. То есть вот это даже попроще, чем вот это. Хотя тут кому как нравится. Возможно, это можно и быстрее собрать. Можно вот так вот поворачивать. И одно ребро ставить на место уже без четырех движений, а заодно. В итоге получается, что хоть громко и похоже на Edge Only, похоже на Void Cube, похоже вот на такой Void Cube, она является аналогом самоделки кубик Рубика без углов. Для начинающих, либо для коллекции вполне подойдет. А если хочется именно функционал такой, то просто сделайте из старой трешки. Фанксин все-таки чаи укусил. Подождем чего-то более интересного. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok